Добрый вечер, с вами Wall Street Online, Михаил Лембак и вы смотрите видеозаписи обзора каждые 5.2.0.0. Основные эффективные рынки, уровни поддержки и сопротивления, возможно сценарии исхода на следующей неделе и по традиции начнем мы с событий, которые нас ждут, которые мы ждем на следующей неделе. Итак, значит, понедельник 6 июля, значит, отчет индекса деловой активности в Британии и в целом все, то есть, ну, неделя в целом будет такая достаточно спокойная. Вот во вторник будут решения по постоянной ставке Австралии, сейчас 0.25, посмотрим, планируется, что оставят на том же уровне. Потом у нас идет число открытых вакансий на рынке труда по США, это будет 7 июля. И затем у нас идет среда, запасы с уровней нефти и слушание комитета по денежной политике Британии. Это пока без точного времени отчета. Ну, в среду, 8 июля. Четверг, 9 июля, число привычных зарядок, получение пособий по безработице. И в целом вот такая следующая неделя. Напомню, что 4 июля в США в день зависимости, сегодня, 3 июля, биржа не работает. Вот, и после выходных, я думаю, те, кто уже в пятницу начали, биржевики, отдыхать, отмечать этот праздник, в понедельник, еще им будет трудно собраться с мыслями и решить о каких-то важных тактических действиях и сделках. Поэтому какие-то важные события уже будут, я думаю, со вторника среды. По поводу процентных ставок, вот, ближайшие процентные ставки, которые нас будут интересовать, это 16 июля Евроцентробанк, решение процентной ставки. Банк Японии 22 июля, 23, вернее, 29 июля, Федрезерв, Комка, поставьте напоминание, в конце июля, 29 числа будет решение процентной ставки. Затем, 31 июля, закрывает эту июльскую цепочку процентных ставок от Центробанка Российской Федерации. Итак, Англия по процентной ставке, отчет 6 августа. В общем, во второй половине июля начнется серия по процентным ставкам. Сейчас пока ожидается спокойная неделя, возможно, даже она действительно такой будет. На этой неделе интересный был отчет по ВВП Канады за месяц. И здесь идет предварительный, то есть предыдущий показатель минус 7,5, представьте, Канада и ВВП. Минус 7,5 процентов. Ожидали минус 13, считались минус 11. Поэтому вы, возможно, в календарях увидите, что минус 11,6 процентов зеленым цветом обозначено. Вроде бы все отлично. Супер. Минус 11 процентов зеленый. Будьте внимательны и осторожны. То же самое индекс КВФ по Швейцарии, опережающий индикатор. Там идет отчет хуже ожидаемого. То есть ждали лучше, отчитались чуть хуже. Но относительно предыдущего показателя ситуация улучшается. Поэтому вполне может быть немножко, ну, хотя бы стабильная динамика. В речи о восходящей динамике пока трудно сказать, что восстанавливается экономика Европы. Итак, начнем с непосредственно CL. Первый инструмент, который мы рассматриваем, будет нефтяной рынок. Сейчас вы видите котировочку контракта с поставками в августе. И обратите внимание на расторговку этой недели. Вот, как 29 числа выстрел очень неплохо. Оборот был неплохой. То есть, вот 269К. Ну, немножко я преувеличил с высоким типом оборота. Но в рамках среднестатистического. То есть, не низкий оборот. Вот, и фактически без особо крупных сделок прошли, ну, с 38,5, 37,5. Один доллар прошли, как будто его и не было. То есть, это говорит о том, что продавцы не особо хотели шортить. Ну, и байерам пришлось уже получать встречные заявки намного выше. Значит, 38,40 у нас получается, даже можно взять 38,25. И по 38,8 весь этот диапазончик за период с 1 июня у нас получается достаточно плотно. Проторговали байеры, след за ними остался. То есть, ну, диапазон они защитили. По этой неделе первые хорошие такие вливания были на 39. Тут же, там, где они по дельте сместили на 1129, давайте по объему. Это получается 13 тонн, 851 контракт. И на следующий день, видимо, вернулись и из-за крылов без убыток, или они вышли. 13 тысяч контрактов, то же самое значение. Иногда такое бывает, и даже с такими ребятами, крупными нефтетрейдерами. Значит, 39, в любом случае, тут остаток получился 1300 штука на байерах. Стоит отметить именно вот эти уровни. Целенаправленно кто-то там разместил. Давайте включим дельту. Значит, штука здесь 700, 600, плюс эти 300, как раз набежало под 1000 контрактов. Вот именно 39,10 более свежий вариант. 39,25 это за эту неделю 500, 600. Берем его на заметочку, тоже саппортиус. По открытым интересам. Сейчас идет снижение открытого интереса, потому что уже начали переходить на сентябрьский контракт. Сейчас мы его рассмотрим отдельно. Сейчас здесь разберемся для тех, кто торгует еще на августе. 39,25. Потом у нас идет за вот этот день, за 30-е. Набрали штуку только по одной цене, только. Потом чуть выше, 1200, 39,5. Это вот свежие уровни, не с начала контракта, а вот буквально на этой неделе оставили. Да и в целом расторговка была достаточно такой приятной. То есть, вот обратите внимание, ядро каждого дня, вот это у нас 29-е число, следующий день ушелся прямо с ядра. Потом, получается, у нас ядро 30-го сформировали. Пересекаются сейчас. Вот оно. Это у нас 30-е число ядро. Хотя нет, 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 sorry, 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 это не тот уровень. А, не, все правильно, все правильно, я перепутал с дельтой. Да, вот это ядро. День ушел. То есть, не пробили. То есть, ступенчатая структура, это очень такой, явно выраженный прессинг байеров. То есть, разместили катировочку в диапазоне на следующий день. Попростите, но ниже мы не пустим, потому что дальше будут у нас зона боли, красная зона, убыточные. Также обратите внимание, что, простите, ну, 3 из 5 дней, то есть, 4, по верхушкам байера очень сильно оставили покупки. То есть, как раз там встречная заявка легко определяется, 39,8, 30, ну, почти по 40. Вот этот коридор за 3 дня мы, даже 39,75 мы возьмем. Это вот я выделил в этот диапазон покупателей. И пятница тоже его не посмело пробить. Собственно, предыдущий день, вот, тоже уже этот первый день дедро не пробили, второй день, третий день. И вот четверг тоже не осмелился пойти против контролирующих котировочку байеров. И пятница без США вообще не посмело выйти за рамки четверга. Обратите внимание, что происходит в четверг на потолке недели. С учетом того, что 4 дня шли на бай, у нас получается весь коридор, вот этот, все, в открытую, неплохо так провернули, 1900 штук, 500, 800, 700, ну, в общем, весь этот коридор на всякий случай. А итогово получилось 40,5-43, но я бы взял еще и 47. То есть, в целом, если понедельник, вторник легко проходит этот коридор, соответственно, там вполне размещались покупки. И со стороны покупателей там не должно быть каких-то возражений по поводу остановки котировочки на 47 по 43. В любом случае, это был контракт, который уже идет, потихонечку уходит в историю. Обороты 259, 330 и 269, то есть коридор. Давайте посмотрим, что на августе мы сейчас увидим. Сам рост идет без всплеска ликвидности, прям такой сильного. И открытый интерес, сейчас мы больше понаблюдаем за происходящим здесь. Это уже поставка в сентябре, значит, здесь пока по 57 аккурат идет, ровно 3 дня ликвидность идентичная, даже 4. 26, 57 тонн и вот буквально на штуку больше 1 июля. Вчера было 48 и вот этот весь рост без притока топлива, но позиции открывали пока только до 29 числа, потом пошли фикситься. Зафиксировались эти 3 дня, на сентябре особо никто не подгружался. Соответственно, нужно учесть тот факт, что именно 39 по 39,5 еще в этот диапазон принимал участие на открытии позиций. Потом пошли дни уже на фиксацию последние 3 дня без изменений. То есть вот здесь ничего толком не происходило по активности на CL. Поэтому в этот диапазон еще вполне могут защитить. 39, 39,5. На августе это у нас получается вот эти первые 2 дня. Тут, хоть и падает открытый интерес, ликвидность у нас как раз еще до 1 числа. То есть вот эта вся составляющая, то есть 39,75 по 39 вполне могут не пустить на следующей неделе. Если так и будет, соответственно, мы можем попробовать прощупать точечку входа на покупочку. Дельта соответствует. Вот эти 2 дня были на байере. Первого немножко зафиксили. Но в целом, ну нейтральный день, потому что здесь КПД практически нулевое. Сам коридор достаточно широкий, сопоставимый с среднестатистической сессией. И потом снова пошли покупки, причем они были на потолке недели. В общем, достаточно огромные шансы, чтобы увидеть движение выше. В любом случае, готовь сани летом и перед холодным сезоном, там в конце лета, может даже уже в середине лета начинают переговоры о заключении поставок газа, нефти в холодный период. То есть, я думаю, в сентябре точно уже начнут какие-то появляться, какая-то появляется информация и в компании крупные, особенно на уровне стран. Ну там не на месяц они договора делают, на лет 5-10, наверное, но я имею в виду крупные компании, которые в регионах, допустим, достаточно монополистические себя чувствуют. Вот, то есть, пока договорятся, пока отгрузятся, пока там привезут, пока доставят, пока подключат, как раз уже, видимо. Вот, в общем, вот такие события. Если уйдут ниже 39-й, покупать уже не будет надежной такой опоры. Единственное, вот 38-25, по 38-8, как раз за счет вот этой недели они с нее и ушли. Вот, пропускаем 39-й и аж только на этих уровнях начинаем их проверять. При очень агрессивной продаже, по типу, как было 24-го числа, тогда уже пересматриваем сценарий на шорт. Но, покупкам, в принципе, вот как расторговки торговых сессий, здесь еще, простите, ну простительно, вот такая модель расторговки. То есть, зачастую, когда вот зеркально только вниз идет расторговка, то это как бы не предвестник продаж, а наоборот, как раз они потихоньку откатываются, чтобы хорошенько потом развернуть резко рынок. То есть, собирают уже все, что есть и потом такое простреливают. Сейчас идет стык, ну, стык контрактов, поэтому здесь посмотрим на сентябрьский больше внимания надо уделить. Так, идем дальше. Значит, дальше у нас индекс доллара. Он опять неуверенно себя чувствует. В принципе, его можно понять, этот индекс доллара. Значит, коридор у нас получается сентябрьского контракта. Давайте посмотрим. По открытому интересу. Из пяти, даже четырех имеющихся, два дня, вот первое и второе, был хоть какой-нибудь, но прирост позиции, это вот эти две сессии. Дельта там была на продажу первого числа. Как раз было под штуку дисбаланс. И уже 1902-го числа. Также стоит обратить внимание на вот этот участок, где котировочка немножко дрейфовала около пяти сессий. Вот только первого числа и второго они ушли на расширение этого коридора. Значит, 96.75, 96.9 тут остаточная, вот суммарная дельта еще, еще как бы, ну, очень выделяется на общем фоне за весь контракт. Сейчас мы проверим, да, все правильно пока по котировочке. 97.10 под штуку набрали. Давайте посмотрим, когда это у нас было. Ну, вот, да, 733, 1180, тут 1900, 1400, тут около 400 против 200. Ну, итогово, в принципе, здесь штука вполне справедливая. Тысяча контрактов дельта, 97.1. И открытие, закрытие у нас получается в районе 97.2. Таким образом, у нас есть шансы, что если удержат все-таки ядро 1-го, 2-го числа, вот оно у нас, основной коридор. И также по дельте, я сейчас покажу, по обороту, по ликвидности 16, 17 и 18 было 30-го числа. Здесь у нас получается ядро, второе ядро. И уже начали уходить, это первое и второе число. Тут также два ядра в этом же диапазоне. Так что вот этот коридорчик, он очень интересен, тем, в том плане, что здесь вполне может быть локация на сопротивление. Вот они, эти ребята, 97.25. Это итоговое, но мы сейчас, я кастомизированный профиль активирую, 97.5, вот этот еще диапазончик. Так, вот эти две цены очень выделяются. Здесь, обратите внимание, все вот эти пять сессий очень сильно атаковали продавцы. Тут потом 700 против 600, здесь поровну, 1400 против штуки, 500, 400, 800, 500, 700, 600, поровну, поровну. Ну и в общем набежало 900, ну суммарно 1200 контрактов дисбаланса за 5 дней. 5 days. Вот, и в общем, на всякий случай, возьмите это на заметку. VWP-97 и ядро контракта, вот оно у нас, 97.97.3. Как раз чуть-чуть вышли за этот уровень. То есть вот этот скачок за VWP и уровень контракта, зону стоимости, ядро. Если резко возвращаются обратно в этот коридор, ну вполне могут вернуться на ту же самую прямую, как раз в коридоре ядра, болтаться еще недельку до процентных ставок. Вполне могут на валютном рынке такое устроить, то есть без особого интереса. Это был индекс доллара, сейчас у нас рубль. Итак, 72. Об этом мы говорили на прошлом обзоре, что есть шансы, что все-таки толкнут наверх. В принципе, долго ждать не пришлось, они это сделали. Прямо так. Значит, открыт интерес, обратите внимание, как начали в начале контракта, и он пока еще не останавливается. Единственный вот день, это 23.95, это пик 2 числа. И вот этот прострел на максимум недели и максимум контракта у нас, получается, даже был сброс позиций. Ну, не то чтобы прям критически, но есть, есть заметный. По фильтрам вы видите, что контроль байеров, тут прям селеры только здесь появились, на самом пике. Были в 30 числа на максимуме среды. Четверг здесь прям такой был мясорубка, по-другому это нельзя назвать. И такой тоже равномерный, 4-дневный, даже 5-дневный рост. 71.200, очень критичная такая дельта. 86 тонн. И потом выше только байеры, аж до 71.700. То есть, итогово за текущий контракт, это неделя, больше всего здесь провела времени. Вот этот коридор весь на байерах. Селеры 70 по 700, по 71.100. В общем-то, продавцы по итогу у нас наблюдались только на 72.100, 72, но здесь 7.5.3, ну как бы не опасно. Вот 71.750, тут хотя бы 20 тонн на продавца. В общем, по дельте, давайте посмотрим. Обратите внимание, что за неделю у нас из 5 сессий получается 3 на покупках и 2 на продажах. То есть, особенно вот в четверг стоит выделить, тут 100 тонн на шорт. Но против них в пятницу 116 на покупку. С учетом того, что пошла фиксация и... Ну, вот эта сессия, которая была 2 числа, она, это явно мясорубка. Просто вот стояли, удержали, удержали в очень плотном коридоре котировочку. Там и по объему сейчас посмотрим. То есть, всю рыбу в пруде сетями стащили в один плотный коридор, и там это все дело аккуратненько собрали. Значит, 2.100 сегодня столько же по оборотам. А вот топовая за текущий контракт и неделю это 2.700. У нас был 30-го числа. Очень мощный КПД именно на покупку идут дни, это пятница и среда. То есть, открытие-закрытие прям 95% относительно всего коридора. Расширение очень хорошее. 26-го числа уже был старт. Вот КПД тоже неплохой, порядком 75-80% от общего коридора. Вместе с дельтой на покупку 160 тонн и 112, предварительно 25-го. Вот такая, в общем, толкнули 2 дня. Третий немножко пофиксили, снова толкнули, пофиксили. Вот здесь прям в этой мясорубке многие, наверное, пострадали. В общем-то, если котировку будет удерживать на следующей неделе, не выпуская из этого диапазона, то есть не пропустят. Вот стоит взять вот эти уровни. Тут и дельта, и обороты очень неплохие. Вернее, не этот уровень, а... Где они тут... Вот, 200... Чуть выше, ошибся. 71, 450, и... Вот по 71, 600. Да. Вот даже дельта есть 22 тонны, 13, 31, 86. И обратить внимание на этот диапазон 32, 32, 28 тонн дельта. Это, ну, явно за вот эти две сессии, по максимуму каждого дня, есть очень активные байеры. То есть, при очень уверенном... Ну, как бы, байеры явно очень уверенно себя чувствуют. Возможно, есть какая-то инфа на руках, и они на максимуме дня среды и пятницы собирают селлеров. Все, кто потер ручки на максимуме недели зашортить перед выходными, вот, собственно, они их. Второй день уже здесь собирают. И этот коридор 71, 850. Очень удивительно. Ну, это не... Не есть удивительно, когда на максимуме недели собирают покупатели всех продавцов. Ну, а где еще искать встречную заявку? Где больше всего шортов будет? На максимуме недели. Или покупателей будет больше на минимуме недели. Соответственно, ядро контракта у нас 70, 70, 400. Значит, пятидневный такой спокойный рост с небольшим пидстопом. Вроде бы, продолжается тенденция, что подтверждает, подсказывает нам активность байеров на пике недели, на пике каждой сессии. Ну, и дельта, собственно, это тоже не опровергает. Давайте посмотрим спот. На споте я уже отметил уровни. На что стоит обратить внимание? Значит, 3-3, это тоже 30-е число, 3 миллиона было 25-го, почти 3-29-го. Остальные все по 2, и 2, по 2,5. То есть, вот самые пиковые я только что отметил. Это вот эта сессия. И вот эти две. Эти две сессии, особенно 30-е число, с очень высоким КПД на весь день, расширили практически 99,9% насыщенно всего рейнджа дня. В четверок, опять же, даже здесь он был достаточно такой сомнительный. И пятница тоже сильный КПД, неплохой объем, то есть, не слабый, но он имеется. Тут у нас, получается, по 29-му числу, вот в этом очень узком коридоре, это ядро так и не пробили. Три дня стоят выше него. Ядро среды, обратите внимание, находится прямо на пике дня, на пике недели на тот момент. И с ядра четверга уходит пятница, и, собственно, ядро тоже формируют на пике. Что очень-очень подсказывает нам, что могут вполне дальше столкнуть наверх. Значит, за вот эти три сессии я отобрал уровень поддержки. Если более, точнее, 70-40, 70-60, но 70-25, тут тоже были байеры, тут были, тут. Отсюда стартовала пятница, соответственно, коридор достоин званием диапазона поддержки. Если рубль не выпустят ниже 70-25, то вполне могут еще раз надувить байеры и уйдем на север. Значит, 69-70, 69-80. Здесь вот плотненький такой коридорчик, я две цены выделил. Это на пике дня, опять же, затарились байеры, и на следующий день с этих уровней они опять толкнули цену. Вот, то есть, это второстепенный уровень поддержки. И еще один такой двухдневный неплохой саппорт, это 69-1, 69-40. Обратите внимание, что из сопротивления, вот именно уровня, с которого могут селлеры активироваться, это 71-15, но котировочка уже 71-44, то есть они спокойно дальше прошли. Не получилось у продавцов, это явно могла быть не загрузка шортов, а именно фикса. Могли выйти, просто прилично протолкнули цену, я думаю, перед выходными самая ночь зафиксировать. Плюс у нас 29-е и второе число на шортах были. В общем, вот так вот, КПД мощное на расширение, слабое КПД у всех сессий, которые идут с дельтой на шорт, и даже вот при 193 тоннах на шорт, открытие-закрытие на покупку, что стоит учесть. Двигаемся дальше, смотрим золото. Золото я тоже чуть-чуть подготовил, чтобы вас не задерживать долго. И обзор в целом получился не такой протяженный, около часа. Бывали обзоры по полтора часа, но это когда зрители, которые онлайн, писали, какие тикеры посмотреть, и мы еще в нагрузку смотрели всех желающих инструменты. Соответственно, обзор был в разы длиннее. Итак, ядро по золоту у нас получается 1721 по 1744. Это вот диапазончик. Там же в аккурат идет WP. Уровни поддержки, которые стоит зафиксировать, это вот этот диапазончик. Так, у нас 1756, у нас 55, вот эти уровни. Я не буду ставить вот эти длинные линии. Также диапазон, здесь очень хороший массив ядра, то есть объемный дельта массив. Вот здесь 4 дня, и 3 из них так точно очень агрессивно работали на покупку. 1740, и если быть точным, 38 по 43. Этот уровень, опять же, 1756 саппортиус. Потом диапазон с 1760 по 1770, это вот сброс топорей и полет на север 26 числа. Один диапазон, и потом на максимуме дня 2. Видите, покупки на максимуму дней. Сбрасывают потом всех, кто не должен вместе с ними идти на север, и весь коридор они еще раз откупают. Ну, классная стратегия, почему бы нет. В общем, когда станете крупными спекулянтами, ваши проблемы совсем будут другие, не такие, как у частных трейдеров. Вам будет важно, где вы сможете весь свой объем разместить, как быстро это произойдет, насколько точно, насколько эффективно. И точно так же, как выйти, вы сможете по тем уровням, которые вы хотите или придется все-таки разбрасывать по коридору. Итога. Получается у нас этот уровень поддержки. Действительно, два раза поддержали. Вот прямо при подходе к этому уровню начинают пооткидывать покупки. Это 17,70, ну плюс-минус там 17,65. И текущая сессия у нас стремительно идет на бай после этого теста. В принципе, они как бы завершили свое снижение. Тут как бы объем до 246 тонн дошел. Это было у нас первое число. И КПД, ну в принципе, неплохое. То есть, не аномальное. Но вот дельта была под 4,400. Чтобы вам было хорошо видно. Поэтому при дельте 581 мы якобы вернулись в обраточку. Давайте посмотрим открытый интерес. Но вот эти все маневры, которые прошли после резкого возврата на 17, 70. Вполне идут без особого дальше движения со стороны участников рынка. То есть, нейтрально. То есть, сколько открывают, столько закрывают. Либо вообще толком серьезно ничего не происходит по фиксациям. То есть, вот эта покупочка, которую мы видим в четверг на 500 контрактов. Представляете? Оборот 380 тонн. А разница между агрессорами на покупку и на продажу всего лишь 500 контрактов. То есть, дельта процент здесь никуда шли. А именно 0.3 десятых. А вся неделя 1,1, 1,8, 1,4. То есть, такая равномерная. То есть, неделя не тактическая, не центральная, не ключевая. То есть, здесь просто идет разбор полетов. И перед 4 июля толком никто особо не грузил кэш. Но сам факт того, что неделю прошлую, ядро прошлой недели так и не осилили. Вполне могут развернуться дальше на покупку. Потому что ядро этой недели текущей. Сейчас вам активирую. Вот, ВИК. Наверное, плохо будет видно. Сейчас мы немножко подправим. Дельта здесь получается за неделю. Идет плотненько. Вот, покупатель это как раз в 17,85, 89,90. Коридор вот этот. И как раз неделя там пытается и заканчивать свою историю. 17,74. Вот тут у нас идет поддержка. И на 17,96. Чудным образом там 1100 контрактов. Здесь 2,5 и 2. То есть, вот начиная с этого 17,84. В принципе, стабильно этот барер до 96. Тут буквально 3 цены. 600 и 600. И все. То есть, вот 17,84 по 94, даже 96. А потом у нас идет уже цепочка продавцов. То есть, вот 17,97 по 800. Тут у нас могут быть траблы с расширением коридора на Альшинобай. И на максимуме идет почему-то только покупка. Соответственно, если удержит цену вот в диапазоне 17,84,96. То есть, есть шансы, что золото потихонечку откупят выше 1008. Но и эту 1008 тоже нужно преодолеть. Эту 1008 набросали здесь практически за 30 число. Так, я отключаю сейчас объем. И в целом отключаю дополнительно вот эту неделю. Итак, посмотрите. Этот диапазон, как сформировали. 7 тонн против 5, 9 против 7. Тут что у нас? 11 против 10. 9,9 поровну. 7,8 за барерами. 3,6, 3,7 за барерами потихонечку. То есть, вот эти вот 3,4 тика прилично так набросали продавцы. Поэтому, может быть трабл. Четверг, как видите, так аккуратно с этим уровнем себя вел. В общем, вот так вот. По рекомендациям дождаться все-таки понедельника. И пробовать заходить не раньше вторника только. И все. То есть, посмотрим. Если закроются здесь и понедельник, вторник так стабильно будут дальше удерживать выше 17,80. Вполне шансы есть, что фондовый рынок на США потихоньку начнет топать после 4 июля ниже. То есть, касаемо 4 июля. Сейчас как раз я подхожу к обзору S&P. С золотом мы уже все расписали. Для тех, кто недавно присоединился к Wall Street и смотрит периодически, не системно, не систематически. В двух словах. Я сейчас использую платформу Wolfix. И она разработана. Мы ее делали специально. Ну, в первую очередь для себя. То есть, объемный анализ. Вещь такая. Она вроде бы уже есть в каждой платформе. То есть, какой-то гистограммный формат, либо же лента. Но, чтобы очень комфортно, удобно и быстро анализировать данные о биржевых сделках, которые транслируются онлайн, не только по одному, а по нескольким сразу инструментам, нужно, грубо говоря, делать софт такой, как вам нужно. Такого софта, как бы, по 1 ID. То есть, это пока еще не распространенный подход. И здесь все сделано так, чтобы четко видеть, где, как, что, сколько набросали целеры, байеры, дельта. И вот я очень часто рассказывал про закономерные такие элементы, которые связаны с традициями народов. Те же самые, допустим, Рождество. И вот потребительская инъекция в экономику перед Рождеством тратится кучу денег потребителям. Подарки, закупки и так далее. Вот перед 4 июля тоже есть такая системная закономерность. То есть, там это отмечают иногда очень масштабно, очень так красиво в фестивале разные там. И стараются чтить, я так понимаю. По крайней мере, по... Лично не видел своими глазами, но по новостям, разным там репортажам в этот день достаточно так масштабно бывает отмечают. И это тоже, как бы, инъекция в экономику. И вот выйти перед 4 июля, S&P просто как заколдованный. Очень-очень аккуратненько. Ядро. В следующий день это ядро уже не пробивает. Сразу ушли наверх. Ядро. В следующий день ушел наверх. Ядро. В следующий день уходит наверх. Это 4 дня просто, ну, скажем так, по трейдерскому сленгу, калявная покупка. Просто вот шаровая. Началось все еще с той недели. Вот у нас ядро на самом минимуме. И понедельник ушел с этого уровня. Все. Этот рост идет даже фундаментально объяснимо. То есть очень много трат идет, покупаются товары, услуги, мероприятия разные. И, соответственно, также и страна тратит специально под мероприятие приличный кэш на организацию разных ивентов. И, собственно, много компаний на этом достаточно неплохо зарабатывают. После 4 июля, естественно, это все может развернуться спокойненько и пойти на юг, как и должен был бы идти. Вот на прошлой неделе это было неплохо видно. Разогнались уже немножко на шорт, но их, видимо, остановили аккуратно. Так как перед 4 июля не камильфо падать в фондовую рынку, расстраивать людей. Обратите внимание, что рост S&P всю неделю шел ровно на одном и том же объеме. С первого взгляда, кажется, разные цифры. Но если в среднем плюс-минус прикинуть, 1.469.000, пускай будет 1.5. На 100К больше, чем 1.5. То есть вот здесь, получается, мы их усредняем. Это 1.5 миллиона. Тут 1.400.000, тут 1.600.000.000. 1.5 миллиона и 1.485.000. То есть если идет рост, если идет разгон котировки и вливание кэша, то с каждым днем сопротивление со стороны продавцов будет увеличиваться, так цена дорожает и желающих шортить будет больше. И объем здесь просто ровный. То есть, ну... Говорит о том, что крупные участники не принимали участие в этом разгоне на рост. Систематически, возможно, там, планово как-то его потихонечку вытащили на пик. Вот у нас пик, получается, с текущего контракта. И даже при этом всем, посмотрите, дельту. То есть из 5 дней, вернее, из 4 дней роста, вот у нас, получается, 29-й, 13-й он бай. Идентичный, он 16. И 15-й на пике дня, вот здесь, на шорт. И следующий день опять на покупку идет. То есть, ну, сказать, чтобы здесь прям сильно толкали на покупку, было бы 4 сессии на байере, а их тут нет. То есть, это, как бы, эффективный рост, и он не поддерживается, ну, не подтвержден, как бы, кэшем. Соответственно, вполне ожидаемое, с моей стороны, в корректировочках, как минимум, начало ее, относительно вот этого никудышнего роста. И будем смотреть, как они будут ловить котировку, тормозить на 30-30 и до 30-50. Вот этот диапазон достаточно широкий, но в целом, если увидеть, если будут тормозить, вот видите, что творится здесь. 31.104, 30.80, все на продавце. Как только ныряет цена в этот диапазон, я думаю, солера здесь повторно активируется. Это вот, если цену сюда все-таки байеры пустят. Ядро контракта сложно называть ядром, тут буквально неделька, и вот эти два дня. То есть, так как контракт недавно начался. 30.88 по 31.24 это ядро, вот это, собственно. Но я больше внимания сейчас уделяю вот этому уровню. Вот здесь как раз два ядра не здесь, потом скинули стопари, и следующая сессия возвращается обратно. В общем-то, достаточно хорошая схемка, и вот здесь, если пропустят коридор, то покупать уже будет опасно. Не то чтобы нежелательно, а опасно. Затем обратите внимание, раз, два, три, вот эта сессия, и вот точно здесь же ядро оставляют на 301. Давайте я включу режим Sell Buy, Посмотрите, как там себя вели продавцы. Вот смотрите, 31.36 по 26, даже можно взять 21. 22. Это сопротивляжка. То есть тут два с копейками дня. Орудуют одни и те же ребята, с красными халатами, даже четыре. Вот тут, 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 все одни и те же. И этот псевдорост тоже закончился на этом же уровне. Поэтому номер один по сопротивлению, даже не этот коридор, а вот то, что на 31.22, 31.36. Вот так вот, в общем, ребят, это был S&P. То есть, если будут активно поддерживать 30, 30, 30, 50 со стороны байеров, что здесь начало контракта, оно как раз было именно таким очень положительным, то есть шансы здесь поискать точку входа на buy с подтверждением. А вот с продажами, это вот эти два диапазона. И под завершение BTC. Итак, ребят, вот у нас BTC. Это фичерсный контракт на биткоин. Стоимость биткоинов. Пяти биткоинов в одном фиче за один лот. Вот такая, в общем, здесь, как видите, абсолютно другая, ну, даже не характеристика, а почерк. Да, вот эти расторговки недели абсолютно не похожи на те, которые мы увидели с вами на золоте, на S&P, на том же индексе доллара. Здесь немножко другая специфика, другие игроки и, соответственно, почерк. Вот именно расторговок шаблоны немножко отличаются. Сейчас перед нами поставка в августе. Ну, очень удобно говорить. Июльский контракт, июльский, майский, мартовский. А вот августский контракт. Прям поэтому я говорю поставка в августе. Так, значит, объем. Первое и второе число выделяются на фоне остальных двух недель. Давайте сейчас клеечку посмотрим. Тут у нас были и по 9 тонн, и по 9 еще 6 и 4. Значит, это июльский контракт надо было включать. Я еще поспешил на август. Так, платформа, которая сейчас является ключевой площадкой на сопротивление, это не что иное, как вот этот уровень, который продолжили через несколько неделек повторно. То есть, грубо говоря, 9,5, это уже для тех, кто покупает беточек, это уже такая очень опасная территория. 9,800, где 300 баксов они уже неоднократно не пускали. И, как видите, повторно это все подтверждается. Сейчас пока висим прям, ну вот девяточка, да, вот ниже 9 пока не выпускают, но и не выпускают за десятку. Или это не самое крутое время для таких стратегических инвестирований в альтернативные финансовые развивающиеся рынки. Соответственно, вот эта площадочка и у нас, получается, под открытым интересом начали немножко набирать, вот, и потом их всех сбросили. Давайте посмотрим, как это было вельта. И там даже чуть-чуть было продаж, но как бы не уверенно себя ведут. Соответственно, вот эти два дня, где покупали их, второго числа скинули всех. И вроде бы, если бы работала биржа сегодня, то четвертого, вернее, третьего числа очень похоже на то, что постараются выбросить наверх котировочку на 9300. Итог. Здесь, получается, у нас там, где простоял котировка с 91.40 и по 92.40 весь коридор, практически, кроме одной цены, 9.170 диапазон достаточно идет за покупателями. Это же и ядро контракта. Вердикт. Мы вполне, практически видим завершенную модель снятия стопорей. Итогово здесь байеры разместились. И если понедельник-вторник лихо возвращается в коридор ядра, вот самая топовая, это 92.00 Вполне есть шансы, что мы все-таки попробуем еще раз атаковать 95.00 в этот уровень. А здесь уже смотрите внимательно. Вот 96.40 очень плотный по шортам. Потом идет небольшая пауза и уже 97.50 по 98.00 там такой тоже плотняк идет из шортов. Это был BTC. Итак, свои вопросы, комментарии пишите под видео. Постараюсь ответить в течение суток оперативно. Кто задаст вопрос позже, тогда уже по мере возможностей и свободного времени. Вам хороших выходных, теплых дней и профитов на следующей неделе. Да и вообще профитов. С вами был Миша Лемах, компания Wallfix. До следующего обзора. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok